За последние 25 лет инвалид Аниса Нажиповна сталкивалась с несправедливостью буквально каждый день. Сходить за продуктами – проблема и речь о пресловутых пандусах. Чтобы выйти из дома, пришлось строить подъемник на свои деньги. 60 тысяч возмещать инвалиды чиновники не собираются. Да и просить их Аниса Нажиповна уже устала. Есть проблема посерьезнее. Прошу, помогите мне дорогу маленькую. Хоть привезут в том году машину песка, и что, через неделю опять все разбомбили. Все машины по сюда ходят. Одна за одной, одна за одной. И мне вот выйду и стою и жду, кто пойдет, чтобы мне помочь. Пандус делала сама. Лекарства тоже покупает на свои деньги. Да и перемещаться на старенькой коляске в 65 лет тяжело. О новой электрической остается только мечтать. Дали документы с поликлиники, что я нуждаюсь в коляске с электронным двигателем. Они на меня поглядели, как на эту. Вы были бы инвалид производства, или герой труда, или герой войны бы. Может, мы вам дали бы. А я кто? Простая инвалидка. Вовремя выявить проблемы инвалидов, по мнению законотворцев, поможет федеральный реестр. Именно там, помимо персональных данных, люди с ограниченными по здоровью возможностями смогут указывать, довольны ли они работой, соцутереждений, нуждаются ли в технических средствах реабилитации. Однако в том, что помощь все же будет оказана, председатель Забайкальского общества инвалидов сомневается. Все дело в том, что фонд социального страхования просто повязан по рукам. 44-й федеральный закон заставляет фонд социального страхования исполнять все требования законодательства, объявлять аукционы, объявлять торги. И вот специфика нашего региона, она порой, ну, дело доводит до того, что подряд могут 7 аукционов признаются несостоявшимися, из-за того, что поставщики не выходят на торги. Кого-то не устраивает предложенная низкая цена, других – сложная логистическая схема. Вот и остается нашим инвалидам тратить свои деньги на бесплатную помощь.